Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа, распятого за нас при Понтии и Пилате, воскресшего в третий день, и в Духа Святого, Господа Животворящего, и во единую Святую Вселенскую и Апостольскую Церковь, ожидая воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Дорогие телезрители, мы вновь продолжаем изучение книги Откровения. В прошлый раз мы открывали 12 главу, и там мы изучали о восстании на небе, о том, как произошло противостояние между Богом и Сатаной. И также глава завершается тем, что Бог призывает народ Божий остаться верными ввиду того, что Сатана будет воздвигать гонения, и его цель – уничтожить Церковь Божью, его цель – уничтожить остаток. В 12 главе, 17 тексте мы читаем, что «Он, дракон, рассверепел на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее». Вот это слово «прочие» на греческом языке, оно звучит «лойпос», которое означает «остаток». И этот остаток имеет две основные характеристики. Он сохраняет заповеди Божьи и имеет свидетельство Иисуса Христа. Остаток соблюдает закон Божий. Он принимает все заповеди Божьи, и при том имеет веру в Иисуса Христа и свидетельствует о Христе. И вот у нас 13 глава. 13 глава состоит из двух частей. Здесь, в этой главе, мы можем встретиться с двумя зверями. Первый зверь – это зверь из моря, который выходит и начинаются разворачиваться события. Эти события разворачиваются с первого текста по десятый текст. И второй зверь, который также выходит, но он уже выходит из земли. Об этом написано с 11 текста по 18 текст. Итак, давайте посмотрим, кто же является первым союзником сатаны или дракона. С первого текста. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем. И поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно. И дана ему власть действовать сорок два месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его, и жилища его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агонца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, дослышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых. Итак, первый союзник дьявола. Здесь он предстает, как зверь из земли. Он сочетает в себе все черты и характеристики предыдущих зверей. Откуда берутся эти звери? Это звери из книги пророка Даниила, потому что у пророка Даниила было описание в основном четырех империй, начиная с Вавилона, и там он эти империи рисует в образе зверей. Первый зверь, там лев, как царь зверей. Этот зверь символизирует Вавилонскую империю. Потом идет медведь, и этот медведь Мидоперсия. Потом идет барс, и этот барс Греция. И потом идет еще один страшный зверь, и этот зверь – римская языческая империя. И вот мы читаем, что он сочетает все характеристики этих зверей. Он преемник, он наследник всех этих сил, всех этих государств, всех этих царств, которые существовали до него. Он вобрал дух всех этих царств. Он как бы воплощение их. Но далее мы читаем, что в третьем тексте смертельная рана была нанесена. То есть интересно, что вот этот зверь – он хищник. Но здесь идет имитация. Он пытается имитировать Иисуса Христа. Он пытается быть подобным Иисусу Христу. Потому что так же, как и агнец закланный, о котором мы читали в пятой главе, так же и здесь мы читаем, что у этого зверя смертельная рана. Он заклан. Его как бы пытались убить. Интересно, что здесь задается вопрос, а кто подобен зверю сему? Это как бы такой вызов Богу, потому что кто подобен Богу? Тот же вопрос задавал фараон египетский, когда не отпускал Израиль в древнее время в Ветхом Завете и говорил, кто такой Бог? И здесь зверь пытается имитировать Бога, что он подобен Богу, что он лучше Бога, что он выше Бога. И интересно, в пятом тексте он начинает раскрывать свое лицо, этот зверь. Он начинает говорить гордо и богохульно. Он выступает открыто против Бога, против его верных и преданных святых, потому что он хулу возносит на имя его и жилища его, и живущих на земле. Интересно, что в книге Откровения есть два понятия – живущие на земле и живущие на небе. Живущие на земле в прошлых передачах, мы говорили, это те, которые отвергают Бога, которые становятся на путь греха и противления Бога, которые живут нечестивой жизнью, и они все свои мысли, все свое будущее видят в этой земле. Они живущие на земле. Но интересно, что есть также понятие «живущие на небе». Живущие на небе, согласно книге Откровения, это люди Божьи, это народ Божий, это Церковь Божия, которая живет верой в пришествие Господа Иисуса Христа. И мы читаем у апостола Павла этих людей Бог как бы уже в перспективе посадил на небесах. То есть они вроде живут на земле, ходят на земле, но они уже считаются гражданами неба. Они живущие на земле. Теперь мы читаем, что зверь начинает предлагать какое-то альтернативное Евангелие. Почему мы об этом говорим? Вот посмотрите, текст седьмой. «И дана была ему власть над всяким коленом, народом, языком и племенем». Когда мы будем изучать с вами 14 главу книги Откровения, там мы встретимся с очень интересной вестью. Она называется «Трехангельская весть». И это Божья весть, которая направлена для предостережения последнего поколения живущих на нашей планете. Это Божья весть. Это Божья Евангелие последнего времени. Но зверь, побуждаемый сатаной, пытается подражать служению Христа на земле. Он одевает маску, он имитирует служение Иисуса Христа, он предлагает альтернативное Евангелие и предлагает тоже всей земле, всякому колену, племени, языку и народу. Далее мы видим, что этот зверь, он одевает маску, и он имеет политическую силу, и при том под маской религии. Когда это происходило, и кто был за всем этим? Когда мы открываем книгу Даниила, седьмая глава, двадцать пятый текст, мы видим, что здесь Даниил пишет о малом роге. В седьмой главе и в восьмой главе. Малый рог – это религиозно-политическая власть и сила, которая правила на протяжении средних веков, и его правление вошло в историю, как правление папства или малого рога. И вот этот малый рог получает смертельную рану, и эту смертельную рану наносит малому рогу или зверю французская революция. Это произошло именно в конце XVIII века, когда власть была отнята от малого рога, от этого зверя. И мы читаем в десятом тексте «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен». В оригинале это звучит следующим образом. «Кого ведут в плен, тот сам пойдет в плен». Здесь речь идет о святых людях, о божьих людях, кого будут предавать в плен, кого будут убивать, сажать. И далее «Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом». И второе это понятие говорит о их преследователях, те, которые организуют все эти гонения и преследования. Теперь мы можем обратиться также и к следующей части этой главы, очень важная часть, очень актуальная часть. Эта часть 13 главы касается всех нас, потому что Библия пишет и говорит о том, что никто из живущих на планете Земля в последние дни, в наши дни, во время нашего поколения, не избежит мучительного выбора. Каждый из нас будет стоять перед выбором и перед вопросом, кому поклоняться и какое поклонение выбирать. Давайте прочитаем эти тексты и попытаемся понять, что Бог хочет сказать нам через все это. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные Аганчим, и говорил, как дракон. Он действует пред ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. И творит великие знамения так, что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их. И что никому нельзя будет не покупать, не продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. Теперь перед нами предстает зверь из земли. Первый зверь был зверем из моря. Мы знаем, согласно Библии, что такое море. Море – это народы, люди. Об этом мы читаем в 17 главе 11 тексте книги «Откровения». И здесь написано, «Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть – люди и народы, и племена, и языки». Таким образом, первый зверь, который выходил из моря, он явился воплощением менталитета и представлений всех племен и народов средних веков. Они хотели все это иметь, и он вышел из народа. Далее мы читаем, что вот этот второй зверь выходит из земли. Он имеет вид агонца. Он имеет два рога, подобные агончим, но говорит, как дракон. И так у него вид очень и очень дружелюбный. Он имеет дружелюбную внешность. Но интересно, что когда мы читаем дальше, в последующих главах, этот зверь из земли превращается в лжепророка. Потому что в последующих главах он написан как лжепророк. О чем это говорит? Что он вроде агнец. Он вроде имеет положительную какую-то репутацию. Он вроде является какой-то положительной религиозной силой, потому что агнец, а мы знаем, что агнец – это Христос, но на самом деле это зверь. И он является вторым союзником дракона, вторым союзником сатаны. Он имитирует работу Святого Духа. Если первый зверь, зверь из моря, имитирует работу Христа, то второй зверь имитирует работу Святого Духа. Как он имитирует эту работу? Он творит великие знамения и чудеса, так что и огонь низводит с неба. Давайте вспомним из библейской истории, когда и как возводился или низводился этот огонь. Конечно, сразу же на ум нам приходит день Пятидесятницы, когда Бог Духом Святым прислал на святых апостолов, собранных в Верхней Горнице, силу и огонь Святого Духа. То есть огненные языки почили. То есть огонь всегда ассоциировался с Богом и вот с таким крещением Святым Духом. Далее мы можем вспомнить Третье Царство, 18 глава, 38 текст, когда Илья, пророк, он находится вот в такой конкуренции или вот в таком диспуте, в полемике с пророками Ваала. И мы читаем, что огонь с неба не спал на жертву, которая лежала на жертвеннике, эту жертву положил на дрова сам Илья, и этот огонь не спал и пожрал эту жертву. То есть Бог ответил, Бог послал этот огонь. Далее, посмотрите, что пишет апостол Павел о последних днях. Поэтому нам надо очень и очень остерегаться. Очень многие люди говорят, неважно, в кого ты веришь и как веришь. Главное, верь, потому что вера поддерживает тебя. С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, очень опасная тенденция может возникнуть, если мы верим во Христа и изучаем Библию. Посмотрите, как апостол Павел предостерегает нас. Второе послание к фессалоникийцам, вторая глава с 8 по 10 тексты. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями, и чудесами ложными». Итак, сатана может совершать чудеса. Он и будет это делать, потому что в последнее время Бог допустит это, чтобы зверь из земли действовал через обман. Но интересно, мы прочитали здесь в текстах, что есть еще понятие «образ зверя». Что такое образ зверя? Значит, зверь – это понятно, это религиозно-политическая власть, которая возникла, которая вышла из моря. Это первый зверь. Теперь этот второй зверь появился на земле, он на новом континенте появился, за океаном, и вроде он кажется таким безвинным, похожим на Агонса, но опять мы читаем демон и дьявол, и его силы, и его обольщение тут как тут. Там, где что-то бывает хорошее, всегда внедряется дьявол и портит. И мы читаем, что он сотворил образ зверя, и этот образ зверя начинает говорить и действовать так, что убиваем был всякий, кто не поклоняется этому образу. Образ зверя как средство убеждения. Мы помним время коммунизма, мы вспоминаем разные тоталитарные режимы, которые держали в повиновении и в узде народы и не разрешали, чтобы люди развивались. Но мы начинаем понимать, изучая вот эту главу и эти тексты, что в последнее время перед самым пришествием Христа будет стоять самым основным вопрос поклонения. Кому я поклоняюсь? Кого я выбираю как путеводителя моей жизни? И интересно, что сатана в наше время он действует и будет действовать в будущем посредством двух своих стратегий. Первое – обман, и об этом мы знаем, видели, читали и понимаем. И второе – это принуждение. Когда сатане не удается обмануть, околдовать, обольстить, он принуждает, он заставляет, он оказывает сильное давление. Но как люди поверят вот этому второму зверю? И вот Библия говорит, что вначале он начнет творить чудеса. Откуда будут эти чудеса исходить? Мы понимаем, что здесь Библия говорит, что он обольщает живущих на земле. То есть это не Бог действует. Он стал лжепророком. Он получает не Божьего Духа. Он делает так, чтобы люди поклонились зверю из моря. То есть звери земли, второй зверь делает так, чтобы люди поклонились первому зверю. Итак, мы начинаем понимать в книге Откровения, что вот эта лжерелигия, она пытается заставить людей, чтобы люди получили начертание зверя. Есть такое понятие в главах книги Откровения. Также и Бог делает все, чтобы народ Божий получил печать Божью. И в прошлых наших репортажах мы говорили, что получение начертания зверя или печати Божьей это принятие характера или сатаны или Бога. Зверю служат или добровольно или принужденно и неохотно. Интересно, что Бог ставит свою печать на чело. Это означает, что Бог принимает только добровольное служение. Только если человек добровольно и осознанно отдает себя Богу и отдает водительству Божьему. Но когда мы читаем о союзниках дракона и сатаны двух этих зверях, мы начинаем понимать, что начертание зверя ставится на правую руку и на чело. Почему так? Потому что правая рука по Библии это наши действия, наш выбор, наша жизнь, которую мы живем согласно своему выбору, и чело это наш также выбор, осознанный, мысленный, разумный выбор. Почему Библия пишет вот этими категориями? Потому что мы помним во второзаконии 6 глава 8 текст и древнему Израилю было поручено ты должен вязать на свою руку и на свой лоб и на косяки дома филактерии или повязки и на этих повязках ты должен написать разные обетования и заповеди Божьи то есть начертания на правую руку и чело этим начертанием зверь пытается подменить понятие Божьи пытается подменить послушание Богу повиновением зверю и вот этот вопрос будет стоять перед каждым человеком выбирает ли он истинную религию и в этой истинной религии также должно быть повиновение закону Божьему всем десяти заповедям и принятие субботы Господней как дня который провозглашает Бога Творцом и Искупителем или человек будет выбирать другую сторону он будет выбирать лжерелигию религию которая не основана на Слове Божьем религия которая человеческая религия которая имеет подмену которая является подделкой которая имитирует работу Христа и служения Христа но вот интересно что здесь также в этой главе прописано о санкциях и общественной изоляции оказывается зверь не остановится только на идеологических каких-то рассуждениях но он будет заставлять чтобы люди слушали его и повиновались ему и покорялись ему и поклонялись ему тогда нам на память приходит из истории церкови вот церковь весть церкови фиатиры помните мы прошлые разы говорили о том что в церкви фиатиры создавались ремесленные гильдии союзы и профсоюзы и их заставляли обязательно быть в этих союзах иначе они лишались работы денег статуса и влияния в обществе и мы начинаем понимать что зверь как раз будет использовать и эту политику те кто не будут его слушать и поклоняться они останутся вне те кто поклоняются зверю они покупают товар вавилона но теперь самое интересное что такое 666 что это за число и почему нам надо знать это число мы понимаем что число 7 это число божье и 3 семерки это число полноты божьей совершенства божьи число 666 мы читаем здесь это число человеческое это число вавилона число типичное для лжерелигии это пародия на божественное имя дорогие друзья сегодня мы стоим перед серьезным выбором в какую сторону мы повернем кого выберем как объект нашего поклонения господь приглашает чтобы мы пришли к нему сегодня стоит вопрос поклоняюсь я богу или поклоняюсь я сатане выбираю я бога как творца вселенной владыки неба и земли или выбираю сатану как своего руководителя жизни господь говорит я есть путь истина и жизнь он зовет нас к себе и да благословит вас господь в этих исканиях чтобы вы отдали свои жизни и сердца нашему любящему господу богу аминь господь кто Субтитры создавал DimaTorzok